А это, друзья, новинка нашего мясо-молочного комбината. Колбаса из семи сортов мяса. Мэри Шелли, Франкенштейн. Доброе утро, друзья. Смак на первом канале. У нас в гостях сегодня, ну что тут сказать, король. Смотрите, я зашел к вам, и сразу вода у вас закипела. Поднялось все. Все забурлило. Забило жизнь ключом на смаке. Ведь Юлий Гусман здесь у нас. Вот с этим номером, кстати, я объехал весь мир. Имел бешеный смех. Здравствуйте, Юрий Самарыч. То есть, когда я захожу, к вам заходит человек, а у вас все кипит. Все кипит и бурлит. Особенно, если женщина, так сказать, если мужчины нет. Мы всегда получаем. Юрий Соломонович, много событий произошло с того момента, когда мы последний раз встречались на этой кухне. Ну, 38-й год, ой, как сейчас. Тяжелое было время, но все, слава богу, выбахали, похорошели. Слава богу, оператора всех посадили, а мы здесь. Юрий Соломонович, много событий, которые мне очень хочется с вами обсудить. Еда, лишь вялое черешневое прикрытие нашей с вами. Надо, это первое черешня, еще почти незрелая из отрогов Азербайджанских гор, где мы детьми собирали черешню. А потом взрослыми людьми продавали ее людям из других республик. Ну что же, Юрий Соломонович, мы сегодня хотели бы спросить у вас, что вы будете готовить, потому что я смотрю, бакинские помидоры, бакинские огурцы. Бакинские. Поскольку мы уже разбередили желудочный сок у многих жителей нашей страны. Адрес нашего ресторана. Адрес нашего ресторана. Мы не будем называть, что мы сегодня с вами готовим. Я вижу рис, я вижу виноградный лист. Ну это понятно, что... Уж не долма ли. Да, долма. Кстати, вот долма, почему, в общем, я подумал, что это будет уместно. Потому что это вообще блюдо за право называть авторами спорят все Средиземное море, Каспийское море, Аральское море. И Кипр, и Греция, и Кавказ. Да, все, все. Долма, толма, такая маленькая. Но все-таки... Кто не спорит, это Израиль. Но там есть что спорить. Я прошу вас, никогда об этом. Просто здесь не умеется. Так вот, не говоря про Израиль, вот долма в Азербайджане, удивительно у кого получается, и удивительно бывает не получается. Вот мы сегодня явим пример удивительного события, когда долма получается. Я несу необходимый для... Ингредиент, я говорю мягко. Значит, смотрите. Так, это свинина нам, она... Нужна. Нужна. Да, обязательно. Это вырезка, правильно. Вырезка. И свиная шеечка. Шеечка, свининка такая. Так. Хотя на самом-то деле... Никакой свинины там нет. Нет, на самом-то деле в Азербайджане никакой свинили речь не может идти. Это интернациональная долма, рецепт международного, так сказать, уровня. Классно. Фарш. Мясо-рубил. И делаем фарш. И потом мешаем срил. А потом мы сделаем, добавим там две луковицы. Значит, Юрий Савомонович, вас я прошу сделать вот что. Нарезать, простите меня, но вы старший... Вы старше меня, Юрий Савомонович. А я... А почему это... Ну, вообще-то какого-то смысла, да? Интеллектуально. Интеллектуально. Интеллектуально нет. Юрий Савомонович, я прошу вас. Я прошу вас просто нужное количество и нужными кусками... Слушайте, может быть, мы не... Ну, ничего просто, мы это... Ну, это сколько у нас будет долмы? А народу полный зал, 620 человек здесь. Пока все в таком виде. И многие знают, друзья, но Юрий Савомонович рассказывал, мы снимаем программу в Кремлевском дворце. Это программа? Это программа. У нас выигр... Обычно мы снимаем, так сказать, ну... Лужники. Лужники, а здесь вот так. Давайте небольшими кусками отрезайте. Я просто начну это сразу уже проворачивать. Давай. А лук мы туда же добавляем? Сейчас я включаю. Да, лук туда же две штуки можно. Две штучки. Давайте, все, ваше прямо мне. Давайте. Я, кстати, возьму вторую и... Как я люблю резать мясо? Это вообще такой кропотливый процесс. Долгий зимний ветеран. Так, и я, и свининку, да? Да, свинью тоже мы мучаем. Так. А мясо, надо сказать, свежайшее. Вот все-таки, что люди... А вы? Люди с первого канала. Вот никогда бы на других каналах такого свежего мяса не надо. Кстати, о мясе. Наш магазин мясных изделий. Юлики и сыновья. Да. Да. Ну, в данной ситуации... В данной ситуации... Вот, смотрите, пошла свининочка. Я жду от вас уже... Давайте. Ну что? Я думаю, что нам нужно вот это все мясо уже говядину. Да. И уже все. И не нужна нам будет уже больше свинина. У нас уже все в порядке. Да, конечно, да. Давайте им самочу еще. Все, давайте. Все, это быстро про... А луковичку вы можете пока на попал разрезать. Да, 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 да. Да, мы пока это все... Все, луковицу и все, да? Насчет... Да, все. Все. Ну, мне кажется, фарша хватит более чем достаточно. Более чем достаточно, все. Это хватит... И остатки мяса туда тоже приходят. Все, друзья. Сейчас размешаем и рис добавим. Так, снимаем все ненужное. И вот весь этот фарш. Давай. Держи сюда. Ложку риса добавим еще. И я... А, зелень должна... Зелень, подождите, подождите, подождите. Сейчас все сделаем. Так, выбираем ненужные вещи. Давай. Юрий Соломонович. Да. Как бы вы определили азербайджанскую кухню и отличили ее, скажем, от остальной кавказской кухни? От армянской, от грузинской? Я небольшой специалист по армянской кухне, потому что там очень вкусные супы. А вот грузинская кухня, она потрясающая, особенно закуски. Но мне кажется, что Азербайджан был как бы на перекрестке всех торговых путей. И в том числе и уже торговых путей арабских вот туда, вот южнее. Там Иран, там Персия, Турция. И все эти культуры, и почему-то вот в Азербайджане есть то, что называют чемпионы мира, например, фрукты. И там интересная вещь, что, например, в Азербайджане нигде в мире нет, я не видел такого ижира. Ижира. Это золотой, белый, плоский. В сентябре, вот это конец августа. А свежий или уже такой? Свежий, да, свежий. То, что называется фиги, то, что называется во всем мире. Ну, фиги, фиги, нифига себе фиги. Да, да. Это инжир называется у нас. И вот ты стоишь утром, если на даче, там вот ягода и кусок сыра, который там у нас тоже есть. И это может сойти с ума. Еще. Ой. Вот, в общем. Но есть замечательный анекдот, если можно, да? Вообще это порядка. Конечно, все анекдоты. Юрий Александрович, простите, правильно я понимаю, что... Все туда, еще пол риса туда. Пол риса. Ну, конечно, вот так. Но все равно это нужно замочить, потому что... Слушай, я прошу вас отойти, потому что... Да, я прошу вызвать пожарников, потому что не хотелось бы... Или сейчас... Нет, здесь все просто... Как ловок, как ловок этот немолодой специалист. Все, все чудненько. Хватит. Хватит, все. Да. Да? Да, пускай они, может, постоят они. А для чего это нужно? Чтобы мягче стали. А, чтобы они были мягче, и удобнее в них было заваровать. Мягче, нежнее, все-таки это... Все-таки, когда листья, они совсем свежие, да? Позвольте сказать, таза, не новые. Они не такие. Слушай. Так, прошу вас, анекдот. Анекдот. Я пока все это перемешиваю. Я прошу вас, да, я прошу вас. Друзья, собственными руками мешает наш Иван. Слушай. Так. В Баку открылся первый Макдональдс. Роскошное здание, роскошное. Три этажа. И вот стоит у входа хозяин, принимает гостей. Лично по правилам этикета принимает. Идут какие-то посетители первые. Он говорит, заходите, все есть. Он говорит, а что есть? Он говорит, все есть. А я спрашиваю, есть чизбургер есть? Он говорит, нет. А Биг Мак есть? Он говорит, нет. А наггетсы есть? Он говорит, нет. А что есть? Он говорит, а все есть. Шашлык есть. Да, есть. А? Куда бы есть. Вот. Это чистая правда. Хотя в Баку сейчас там есть китайские. Слушайте, а вот, кстати, в Баку, вот с такой кухней, с сильнейшей национальной кухней на Кавказе, существуют ли рестораны быстрого питания? Нет. Я быстрого я особо... Не, ну вот эти, вот эти, я вот это... Да. И, кстати, очень вкусно. Вот однажды после, извините, съемок, а мы снимали в Азербайджане, ну как там было, я привез туда лучших специалистов Мосфильма. И туда приехали там профессор Вадим Алисов, кинооператор великий там, и Марина Нигматульна, гениальный звукористер. И вообще потрясающая группа, ну как, кроме того, что там был Илья Вдуров, там Михаил Ефремов, Илья Кантемиров, Палан Бергюляглы. Делали в этом. Они все приехали немножко, ну как сказать, Азербайджан, всякие, другая страна, непонятно что, люди другие, темные, все, хотя все это был большой Советский Союз, но уже не Советский Союз. Да. Через два дня они знали все рестораны, окрестности. Через два дня они все были специалистами по тыквенным кутамам. А-а-а! Там день, это было так удивительно, и у нас такая была дружная команда, вот я сказать, просто, знаешь, вот такая дружба народов реально существует, когда все за это добруют. Юрий Александрович, вы должны мне сказать, похоже ли это на то, что должно находиться в Москве? Да, все, все. А соль, перец? Да, соль, естественно, кашлят нам без соли. Тогда, перед тем, как посолить, мы уйдем на рекламу, Юрий Александрович. Я только... Уйду я, а вы останетесь. Я буду здесь. Вы останетесь, знаете, это как называется, это рано утром в путь, она пустилась рано, по лазури весело играет, но остался влажный след почти не старого утеса. Вот так, мы как золотая тучка и утес. Вот я как тучка полечу. А я здесь побуду пока с фаршем, чтобы ты его не съел. С фаршем. Друзья, мы прощаемся с вами на несколько минут, через несколько минут вернемся, сейчас будет реклама на первом канале, и вы узнаете, что брусника в переводе с польского означает, ну давай-ка посмотрим, какой ты гимнаст. Папа, а как же мы с тобой в стриптиз пойдем? Мне же всего 16 лет. Из кинофильма «Не бойся, я с тобой». Дорогие друзья, смотрите на первом канале. У нас в гостях сегодня Юлия Гусева. Юлия Самович, я все время... Вот почему-то у меня лично, может быть, потому что я, не знаю, потому что я не из КВН-а, вы сейчас застыли в позе кин-конку. Ну какого из КВН-а? Какой ты? Конечно, не из КВН-а, потому что играть в команде Ленинградского индустриального техника имени Клары Циткина, это не то, что играть в высшей риге, я понимаю, ну какой-то... Ну вот скажите, что сейчас происходит с КВН-а? Вот что, вот ваши прогнозы, вы же знаете, ой, как любят ругать КВН в нашей стране. Нет, сейчас нет. Вообще-то нельзя и несправедливо сравнивать... Тот КВН и КВН сейчас. Вообще-то другой, потому что... Ну, по сот мог воспитать, а вот сейчас КВН может воспитать? Нет, наоборот, так тот КВН никаким не был социальным лифтом, как сейчас говорят, вообще. Это вот, это был просто игра и там... И правда прям... Ну из вашей команды, вот ваши, ваши партнеры по сцене, они... Никто. Не связаны? Нет, никто. Все в науке, медицине. Там очень много талантливых людей, да. В науке, медицине, в начальниках, в подчиненных живые, в Америке, но они живые, но... Да. Нет, это не так. А вот сегодня КВН, мне кажется, он стал, простите, и ярче, и музыкальнее. Вот. И совершеннее. И когда говорят, вот мне говорят, что был у вас КВН... Ах, тогда-то! Я могу сказать, что в импровизации, может, мы были получше, иногда, но КВН несравнимо сейчас стал и ярче. Вот вы здесь взялись... Хотя бы один раз приходил Андропов на КВН? Он бывал почти каждый вечер. Мы часто с ним встречались. Нет, послушайте. Болтами, болтами. Понимаете? Вот наш лист. Вода остыла. Да. Теперь я прошу вас, Юлия Соломоновича... Это вот самое начинается... Самое сложное. То есть, мы, подождите, мы должны были выкладывать их вот сюда, правильно? Да, да, да. Выкладывать, а потом добавлять уже водичку отдельно. Так, друзья, я хочу показать тем, кто не верит в наши фокусы. Пустая сковородка. И то, что здесь нет. Кто-то положил вчера. Нет, это вот мы этими ручищами. Или ручонками. Ручонки, это ты, а ручище, это я. Это ручище выданно. Веселое, доброе ручище, так он называется. Вот, смотри. Сколько-сколько вах руках. Надо класть стороной, где глянец наружу будет. То есть, вот глянец, а вот это вот так, оп, так, положили, да? То есть? То есть, вот, ну, вот... Подождите, я не пос... Вы посолили, когда я уходил? Нет. Ох, черт, черт. Все. Я прошу переписать это место. Я прошу, если можно, доставите, все. Мы завтра придем и поперчили. Сейчас, сейчас, сейчас. А перец белый, черный? А перец разный. Сизый. Бери сизый перец. Сизый перец, это вы можете назвать так в ваше воспоминание. СМЕХ СМЕХ Я люблю, да. Веселый, добрый и сизый перец. Это ты, друга, мушкетера. Сизый перец. Ах, биография... Сыкало, ургат и господ. Веселый, добрый и сизый перец. Так, хорошо. Я достаточно много. Юрий Самович, вы любите поострее, наверное, да? Да, все равно, все равно, никто не понимает, что мы будем есть. Можем просто держать. Не, 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 подождите, все. Хватит, я сейчас могу, сейчас, я еще раз все это аккуратненько... А знаешь, знаешь, что есть специальные слова, которые, например, блюда, говорят, профессионалы, там, возбужденные, знаешь, что... Знаешь, знаешь, да, что они... Вот ты был возбужден. Да, 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 ну, блин. Винавторин меня. Ну, да. А дело было возбуждено. А дело? Кстати, удивительно. Кстати, о деле. Наша контора адвокатская. Урганты, друзья, принимают заказы. Принимают заказы, да. Так, Юрий Самович, теперь... Потому что сейчас самое сложное, потому что я не понимаю количество... Это вообще виртуозное дело. Давайте. Все? Это совсем никак не страшно. Мы открываем хвостик, просто хвост, просто... И покладем все. И берем, так сказать, смотри. И дальше начинается... Науку имеет, ну, гигитик, искусство прекрасное. То есть мы глянцевой стороной наружу. Да. Да, ну, чтобы вот, да. Что-нибудь вот так, да. Берем вот немножко фарша, тут нормально фарша. Так, фарш удели. Да. И берем, сделаем такие конвертики, естественно, тут много... Причем я видал и ел долбу самых разных, удивительно разных размеров. Вот у нас она будет вот такого размера. Вот, смотрите на меня. Вот, идеально. Вот. Да? Простой ленинградский мальчик, сделал долбу, делающую честь. Сделал, делающую. Сейчас в автологии прохождение перепишу. Значит, делающую долбу на уровне нас. На уровне НАСА. НАСА. И выкладываем, да? Да, и выкладываем сюда. Все выложили. Абсолютно. Отвечающе. Так, еще раз. Один и один, я так думаю, да, да, да. Отрываем вот эту кочевую. А, кстати, слушайте, вы абсолютно... Я делал уже вот так, но я не делал в горячей воде. И это меня, видимо, и... А потому что надо было вырасти в горах, с утра ходить с пастухом. Юрий Александрович, а вот если отбросить всю нашу с вами саркастическую броню, юмористическую вот эту всю... А почему вы, бакинский мальчик Юлик Гусман, скучаете больше всего по-вашему, из вашего детства, из вашей юности? Вот что... А слово скучает, я не понимаю, потому что я оттуда никогда не уезжал. Вы там. Сколько раз вы ездите? В год в Баку? Нет, дело не в том, что я туда езжу часто. Я круто езжу туда часто, как получается, ну, два-три года, два раз в год, да, и потому что там и бабушки, и дедушки, и мама, и папа остались, и остался песок обширонский, остался этот дежир, и остался дикий тутовник, и остался запах обширонского воздуха, все осталось там. Хотя город стал совершенно другой. Я коренной бакинец, да, там, ну, прожил там, по крайней мере... Шесть лет. Не шесть лет, а 600 там. И как бы я все знаю, все читал, все видел. Ну, да. Поверьте мне, клянусь, это чисто... Я приехал после небольшого перерыва в Баку, и въезжая в город по аэропортовской дороге, я не узнал места, куда я въезжал. Да вы что? Да. То есть вот так они изменят. Они изменят... Ну, там вырос... Ну, это для Евровидения или это просто вообще так красиво? Такого Евровидения построить 300 небоскребов к Евровидению. Евровидению почистили часть бульвара, сделали прекрасный, очень красивый кристалл, холл убийственный. Это вы все видели. Да. Но городом никто не делал. Это не то, что подчемская деревня, сделанная, чтобы приехали немцы и австралийцы, и потом все рухнуло. Это стоят дома фантастические. Был самый грязный, самый черный, и сегодня тоже не очень светлый район, назывался Черный город. Так назывался. Там пахло нефтью, причем роза ветров была так придумана, что вот до моста нефтью пахло, а через мост уже не пахло. Слушайте, а вот я, кстати... Я на сегодня не знаю, как это может быть. На что похож запах нефти? Я никогда не знаю. Запах нефти? Ну вот возьми, опусти мордочку в бензобак, сверху приведи крышку, посиди там, и ты прекрасно поймешь, покроешь запах изделия из нефти. И вот мы, конечно, все это не замечали, потому что мы и бедности не замечали. Да, конечно. И убогости пляжей. У нас был главный песок, воздух, вода Каспийского моря, потрясающая она. К сожалению, нет того красивого двух-трехэтажного, одноэтажного горного, но крепость, или как называется по-азербайджански Чаричагер, то есть старый город остался. Остался, все есть, старый город все есть. Маленькие, улыбки. Да, 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 где снимался «Не бойся с тобой», где снимался, значит, естественно, «Брятовая рука», где снимался «Тегеран-43». И помимо этого стоит новый светящийся город с роскошными отелями. Юрий Соломович. «Продакт Плейс» прозывается. Ну надо ехать, получается. Я вот в Баку был один день, я ездил, я бы сказал, в научную командировку. Я тебе скажу, что шутки шутками, вообще в Азербайджан надо ехать, потому что вот сейчас могу сказать, что вот он, так сказать, выполняет такую социальную внутреннюю задачу, любит Баку. И подтягивает туда, как бы. Да, и не рассказывает о тех трудностях, проблемах, стоящих перед простыми бакинцами вечного длинного дня. Я могу сказать, что в жизни человек остается одинаковое всюду, всюду люди болеют, страдают, умирают, поступают, женятся, разводятся. Но то, что город стал другой, я не могу сказать, что тот был хуже. Потому что бакинским, самое главное качество Баку, мне кажется, которое отличало его, может быть, только в Одессе это можно было наблюдать. Он был невероятно. Много национально. Интернационально. То есть не то, что много, там действительно жили люди дружные. Я учился в школе номер 160, который считал самой лучшей, сейчас считаю, школой в мире. Это не выездочная знаменитая школа имени Юлия Гусмана Баку. Да, давно уже, да, уже в смысле 196-го года. Так вот, в этой школе, тогда она была двухэтажная, сейчас она стала четырехэтажной. Я учился в 30 мальчиков, там, девочек в классе, ну, девочки шестого класса. Я не знал и до сих пор не знаю примерно треть какой национальности. То есть я понимал там, что Керимов, Мамедов и Багиров, азербайджанцы, Васильев, Васин, значит, русские, соокеанцы, армяне. А вот такой Валерий Когорудов, там то ли Резгин, то ли горские евреи, то ли ТАП или Курт, я сейчас не знаю. Непонятно, да. И вот так, и там вообще. Фридманы. Фридманы, Миша Фридманов, когда учился у нас, да. Конечно, он был немец. Фридманы, я просто, ну что, да, ну что, нет. Юрий Александрович, я вынужден покинуть вас на какое-то время. Да. Потому что вы очень кряло заворачиваете. Да, я поработаю, буквально, мне нужно часа четыре, и можно возвращаться. Потому что это, я не могу делать так просто и быстро как ты, это же искусство. Значит, друзья, я на секунду покину сейчас Юлия Гусмана, который застыв в позе Кинг-Конга. Кинг-Конга-Освободителя. Кинг-Конг-Освободитель, вот память. Поза покорности. Поза покорности, друзья. Сейчас реклама, вернемся через несколько минут, не уходите. Утыкавший себе павлиньим перьем хвост, ворона с павами пошла гулять. Списива. В кафе павлины заказали клеводос, ворона заказала пиво. Иван Андреевич Крылов. Ворона. Дорогие друзья, Смак на Первом канале. У нас газ так сегодня Юлия Соломоновича Гусмана. Расскажи мне, вот обожаю это все твои шутки. Юлия Соломоновича. Шутки твои обожаю. Юлия Соломоновича. Да. А вот смотрите, у нас, мы что мы сделали, пока была реклама. Мы долили воды, покрыли полностью водой долму. Чуть посолили. Посолили чуть-чуть. Сверху положили гнет. То есть тарелка. Тарелка. Гнет, поворот. И крышку. И все, крышку. И на огонь. И дальше в кассу. И дальше в кассу. И дальше это все должно стоять, ну, пока, ну, полчасика, наверное. 20 минут, да. 20 минут, это все должно, мясо должно полчаса. Да, весь мясо все это даже сварится, слушай. Варится, да. А что мы будем делать? Но помимо этого, после этого у нас еще будет мацони с чесноком. Да что? Когда? Так что, сейчас надо это делать? Ну, я бы сделал, потому что потом, если будет готово, мы не сможем. Вот у нас есть вот это, да. Ой, мацони. Да, да, да. Ой! И что, и зелень туда, или просто мацони? Нет, чеснок только. И что, просто подавить туда чеснок? Да, ну да, мелко порубим туда чесночок. Да, вот просто вот туда повыдавить. Да, да, да. Ну, ну... Ну, я бы не стал бы экономить. На чесноке? Да, ну, может, это все дорого. Раньше чеснока не было. Вот это как бы вот все вкусы, все более изысканные. Так. Раньше не очень было, кстати. Раньше просто... Мацони, мацони был просто. Слушайте, а подожди, а мацони в Азербайджане, мацони, это мацони? Нет, не мацони, это гатых. Как называется? Гатых. Гатых. Ну, это, в принципе, тоже самый кисломолочный... А на самом деле, я вот честно, как мне не объясняют раньше между йогуртом, кефиром, значит, австралийским козьимом... Кумысом? Кумысом, я бы честно не так понимал. Австралийским. Это какие-то другие бактерии. Вот в Австралии знаете, кумыс какой из кого? Из кенгуру. Да. Макой кенгуру. Кенгурия. Самое сложное, самое сложное к кенгуру ее подоить. Да, и утконосов. Утконосов невозможно давить. Молодые утконосы и панды. Молодые утконосы. Дает удивительное ощущение счастья. Мы с чесночком не будем перебарщивать, мы так пикантный. Да, замечательно. Все, вот это будет... А сейчас мы вот должны просто глянуть вот на... Грядку. На сюда. Дело в том, что я просто настаиваю на том, что огурцы и бакинские помидоры не требуют, не дай бог, ни майонеза, ничего. Просто их нарезать, немножко, может, посолить. Нарезать, посолить. Давайте это сделаем. Да, это такое счастье. Потому что когда... А лучше вообще положить, пускай корсам себе порежет. Нет, на тарелке не должны лежать. Вот подавать блюдо... То есть вы имеете в виду, что вот так можно делать? Слушай, вот это не бакинские помидоры? Нет, это так, ну, как бы здесь очень многовато. Это вот не нужно, да. Вот-вот-вот, мы берем бакинские. Эти вот красивые, но не наши. Не ваши. Лимоны тоже растут, но только в ленькаране. Ну, однако. Я-то затоплющил. А нужно ли отрезать, вот если мы будем есть вот эти? Я бы не отрезал бы. Прямо так их выбрасывали. Нет, на тарелке, да... Красиво. Да, вот-вот, именно так. Да, я думаю, что... Даже иногда эти хвостики помидоры оставляют. Но я это не люблю, потому что это все-таки получается немножко тяжело. А мы вот это сейчас будем? Вот это мы сейчас посмотрим. На этом убрали будем. Так. Но по-разному я... Запах, я болею. А у вас... Я тебя очень прошу. Я тебя очень прошу. А! Я очень прошу. Я прошу, приглашаю всех 620 человек палец портера, потому что там балкон посидит, понюхать помидор. Да. А потом... Так Кашпировский однажды сказал на своем выступлении. Так, а сейчас нюхаем помидоры. И все упали. Все это будем писать. Кстати, о Кашпировском. Выступление Кашпировского в нашем клубе. Вот. Примянник. Состоится завтра в 4 часа улица Даватра, Седат, сход со двора. Билеты в кассах. Мост телеканала. Мост телеканала. А лаваш и сыр. Кстати. А лаваш и сыр. А лаваш и сыр. Так. Еще в 40-е годы, любовь к лавашу и сыру... Юрий Соломонович, смотрите, какой у нас есть. Да, это вот один. У нас такой настоящий будет кавказский... Один козын, Джан. Один такой, да. У нас... Ой, а это... А знаешь, называется самый любимый сыр вообще-то? Это не он. Такой очень соленый. Назадится мотал. Мотал? Да, это такой совсем сыр такой. А это Козьево. И прямо вот сюда, вот в этой тарелочке, да, вот смотрите. И зелень. А рядом, вот и сверху... И Козьево, и Козьево тоже. Да. Старика Козьево, Семен Козьев. Певец. Певец. Основатель Московского театра эстрады. Да. Семен и Александр Козьев. Братья. Братья Козьево. Братья-квилибристы на медвежьях. Да. Вот. И вот это вот. Это тархун. Тархун, да? Тоже, да? Да. Тоже, так. А здесь тархун, здесь зелёный лук, ой, господи. Прямо оставим вот это. Да, просто, скажите, да, да. Чтобы отсюда брать. И, Павел Иванович, я рассказываю вам рецепт. Ага. А вы меня поправляйте. Угу. Значит, рецепт долмы. Надо сказать, что это не азербайджанский рецепт, это рецепт такой уже европеизированный долм. Средиземноморский. Средиземноморский, да. То есть мы берём одну треть свинины, две трети горячей вырезки. Да. Проворачиваем всю эту мясорубку с двумя луковицами. Да. Добавляем туда зелень. Да. Разный. Да. Добавляем туда соль, перец. Да, по вкусу. Рис. Всё, сырой. Всё, сырой рис. Сырой рис. Добавляем туда сырой рис. Всё это заворачиваем в вымоченные в кипятке виноградные листья, замаринованные уже предварительно. Всё это заворачиваем. Да. Выкладываем в сковородку, заливаем водой, ставим сверху гнёт, накрываем крышкой и, ну, пока не сварится рис. Выглядит как крышки о вкусной здоровой пище. Ну, счастье, а. Когда правильный запах, это счастье. Да, но потому что, может быть, запах неправильный. Александр Ломонович, сейчас мы всё проверим. Да. Сейчас мы с вами всё это проверим. Мы не можем это не проверить, потому что мы с вами столько об этом говорили. И сейчас, закусив. У дела. У дела. Бакинским огурчиком. Помидорчиком. Но. За огурчики я отвечаю. За долбу. А почему это? Да потому что как? Скромность украшает художника-повара. Так. А ну-ка. А ну-ка, девушки. А ну, красавицы. Так. И вот. Вот она. Ну что, сверху прямо? Да, да, да. Мне сверху. Можно не сверху, мне сверху. Вот так. И вот так. Ой-ой-ой. Да? Ой-ой-ой. А вот это я сейчас себе подаю. А вы уже прямо меня не ждёте. Нет, нет, я просто пытаюсь. Ой-ой-ой. Так, друзья. Сколько должна находиться внутри долма? Внутри не человека, а внутри сковородки? Пока не будет готово. Да. Вот там точно можно рассчитывать. Ну, друзья, поехали. Да. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Простой русский мальчик этими руками сделал сложнее. Класс, очень вкусно, кстати. Угу. Может открыть долма, долма, долма чем какую-нибудь. Да, да. Долмовую. Долмовую? Долмовую кухню. Долмовая кухня. Долмовая дворянка. Да. Как это такое? Да. Долмовая, долмовая. Фарш получился идеальным, на мой взгляд. А листья могли быть чуть-чуть нежнее. Не согласен? Мне кажется. Листья могли быть чуть-чуть помягче, да, вы имеете? Да. Друзья, но для этого мы существуем. Задать вектор, а вы уже, наши зрители, действуйте сами. Юрий Соломонович, у нас есть для вас подарок. Для вас вот такой кулинарный набор смак, мой дорогой Юрий Соломонович, который позволит вам, если вдруг вы попадете в московскую пробку, все это открыть, утолить голод, быстренько заморить червячка. И самое главное, здесь есть вот такой фартук, который позволит вам совершенно без одежды выйти на пляж в фартуке, и если ветер подует резко, все увидят, понравился вам фильм или нет. Как в шотландском кино про шотландских героев. Друзья, Юлий Гусман, сегодня смотри ваши аплодисменты. Я на секунду попрощаться со зрителями, друзья. Смотрите нас ровно через несколько дней, совсем скоро, и узнайте, что голень в переводе со шведского означает «бедный жених». До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok